Доброе утро, братья и сестры! Будьте благословенны! Пожалуйста, присаживайтесь, слава Богу! Положи руку на своего соседа, помолись за него две минутки еще, скажи Бог благослови моего брата, мою сестру, пусть небо будет открыто, пусть милость твоя будет, пусть благодать твоя будет, пусть чудеса твои приходят в каждую жизнь, пусть приходит сверхъестественная сила, Боже благослови, чтобы твое слово, оно проникало в эти сердца, в эти души и меняло наши жизни, меняло наши судьбы. Бог благослови! Дух Святой, мы благодарим Тебя за силу Твою, которая действует на этом месте, мы благодарим Тебя, Дух Святой, что Ты можешь проникать во все глубины, и Ты можешь проникать в наши сердца, Ты можешь проникать в наши мысли, Ты можешь возвращать отпадших, Ты можешь восстанавливать упавших, Ты можешь, Дух Святой, давать веру тем, кто ее потерял, Ты можешь сегодня проникать в больные органы, Ты можешь своей силой уничтожать рак, уничтожать проклятие, уничтожать колдовство. Дух Святой, ты можешь сегодня проникать в разум людей и менять их мышление, менять их взгляды на жизнь, взгляды на ситуации, Дух Святой, мы благодарим Тебя, что для Тебя нет ничего невозможного, Ты вне времени, Ты вне пространства, поэтому Ты можешь быть везде, Ты можешь быть полнотой, наполняющей все и во всем, Дух Святой, мы приглашаем Тебя, мы верим в Твое помазание сейчас, мы верим в Твою славу, Дух Святой на этом месте, во имя Иисуса, Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь, Амин. Слава Богу. Есть люди, которые не верят ни в Бога, ни в дьявола, они верят в самих себя, есть такие люди, вот, они гордые все, поэтому у них проблемы и с Богом и с дьяволом, поэтому их мочит и Бог и дьявол, вот, понятно, что если ты будешь служить Богу, то у тебя сразу появится враг, дьявол, но так как ты служишь Богу, и Бог, он намного сильнее, чем дьявол, конечно же, нам лучше служить Богу, аминь. Вот мужик нахальный, ну что ты там встал, иди. Ну ты видишь. Вот это проблема нашей Украины. Вот посмотрите, один человек может просто вот так вот не уважать тысячу, плевать на них и говорить, а я пойду сейчас что-нибудь скажу. Это хорошо в церкви могут вывести, вынести, вот. А в самолете вот появляется такой, ну не вынесешь его, не вынесешь, базарит, сидит все, а-ля-ля-ля-ля-ля, куда ты его выкинешь? Некуда выкинуть, приходится всем смиряться, ждать, вот такая, такая жизнь. Хорошо, братья и сестры, надо служить Богу, тогда ты можешь поражать дьявола в голову. Конечно, он будет жалить тебя в пяту, но это не так страшно. Аминь. Потому что ты все-таки бьешь его по голове. Сегодня у нас потрясающий день, и у нас в гостях, я бы сказал, легендарный человек, потому что есть такие люди, легенды. Это экзорцист в мире номер один, он изгонял бесов везде, в Голливуде, с артистов, вот. Вот, прямо на шоу-программах, что было большой неожиданностью для всех операторов, для всех, кто там эти программы делал. Он действительно способен делать работу Божью. И я очень рад, что сегодня он наш друг, он у нас в гостях, вот. И у него уникальная семья, у него бесов изгоняют его дочери, там, его подруги дочерей, его жена. Короче, все изгоняют дьявола, и у них это получается. Аминь. Если кто-то думает, что дьявол, это такой черт с рожками, которого рисовали раньше в детских книжках, то вы глубоко ошибаетесь. Один маленький бес, который живет внутри тебя, он может разрушить всю твою жизнь, он может принести тебе рак, он может сделать так, что ты умрешь раньше времени. Это не просто какая-то мистическая сила, которой нету или которая выдуманная, это реальная сила. Поэтому Иисус сказал, противостойте дьяволу. Он сказал, я дал вам власть наступать на змей, скорпионов, вражью силу. Можно не признавать дьявола, можно на него не обращать внимания. Знаете, когда ты видишь, какие люди беззащитные. Люди беззащитные. Знаете, мы настолько беззащитные на этой земле. Ты следующие 10 минут своей жизни не знаешь. Человек беззащитен. Вот сейчас какая-то появилась там Эбола. Все, люди боятся заразиться, потому что заразился, все, умер. Люди боятся, люди боятся каких-то катастроф, аварий. В Харькове мужики водки купили, выпили, 13 человек померло. Все. Ты говоришь, не пейте водки. Так водки не пейте, можно яиц поесть, тоже умереть. Люди беззащитные. Селедки поел, все, помер. Ужас. Понимаете, люди беззащитные. Почему? Потому что дьявол делает, что хочет. Что хочет делает. И только человек верующий, который верит Богу, имеет связь с Богом, он может противостать дьяволу. И дьявол убежит из его жизни. Библия говорит, он убежит. Амин. Поэтому, если ты хочешь обезопасить себя, ты должен быть верующим. Хорошо, не буду занимать много времени. Давайте поприветствуем Боба Ларсона и дадим ему возможность проповедовать, служить. Спасибо. 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 Доброе утро. Каждый раз, когда я приезжаю в Украину, я немного запутываюсь. У нас в Америке есть один путь, как поздороваться с людьми. Мы только говорим hello. Доброе утро. Доброе вече. Добрый день. Мне каждый раз приходится смотреть на часы, чтобы понять, как с вами поприветствоваться. Доброе утро. Доброе утро. И правда, это большая-большая честь для меня находиться здесь с вами сегодня. Каждый раз, когда я улетаю в Украину, моя жена и мои дети плачут. Потому что папочка уезжает настолько далеко в другую страну. Но моя жена всегда говорит мне, Я понимаю и знаю, насколько ты любишь людей в Украине. И насколько тебе это значит. Поэтому мы благословляем тебя на этот путь. И я уже много раз здесь был на библейской школе. И я также встречался с замечательными людьми здесь по воскресеньям. Но я никогда не пренебрегаю этими служениями. И вправду, то, что Бог делает здесь, это настолько замечательно и настолько уникально. Правда, поверьте мне, это большая честь для меня находиться здесь. И быть окруженными такими замечательными людьми. И такой великий муж Божий, как епископ Андрей. Я рад, что он мой друг. Никогда не забывайте, насколько замечательно это место. И такие великие вещи, которые исходят отсюда, от Бога. Поэтому, правда, еще раз хочу повторить, что это большая привилегия для меня находиться здесь. И я очень ждал вот эту вот неделю. Я очень жду последующую неделю, потому что мне предоставилась честь учить пастырей. И я знаю, что многие из вас присоединятся к нам. И мое понимание следующее. Что тема этой миссионерской школы является освобождением. И мне предоставилась честь закончить эту миссионерскую школу. Закончить миссионерскую школу учением, которое складывалось десятками лет. И когда Бог позволит мне влиять на каждого из этих пастырей, и через их церкви, они будут влиять на сотни тысяч других людей. И вот почему я очень рад находиться здесь. Я должен сказать вам, что этот год был наилучшим годом моей жизни. И я правду говорю вам, я имею это в виду. У меня замечательная жизнь. И Бог благословил меня разными вещами. И я достиг много вещей ради Его славы. Но поверьте, этот год был моим самым лучшим годом. Те двери, которые открыл для меня Господь в этом служении, это просто невероятно. Я не знаю, почему Богу заняло столько много времени, чтобы открыть этой двери для меня. Но я хочу вдохновить всех вас. Что-либо, к чему-либо Бог не призвал вас в этой жизни, запомните, никогда не поздно стать лучшим. Никогда не сдавайся. Продолжай простираться вперед. И, воистину, самые лучшие ожидания в твоей жизни будут еще впереди. Поверьте, дьявол хотел убить меня несколько раз. В 2012 году я почти умер. У меня были инфекции, которые были очень опасны для меня. Они были смертельные. И пришлось сделать экстренную операцию. И следующий год пришлось заменить мое колено. И также у меня были сверстки крови, и из-за этого я чуть тоже не умер. Доктора даже посоветовали мне попрощаться с моей семьей. И поверьте, я никогда не забуду этот вечер в больнице. Лying on a hospital bed. Когда я лежал на постели в больнице. My wife and three daughters standing around me. Когда вокруг меня стояла моя жена и мои три дочери. I told them this. И я им сказал следующее. The doctors say I may not live through the night. Я сказал им, врачи сказали, что я не могу, я могу не выжить и умереть этой ночью. И мне надо сказать своей семье пока. I have been to the very edge of death several times. God has brought me back. And each time I've been stronger than before. And I'm stronger than ever now. And I'm seeing God do greater things than ever. A greater anointing. More of the power of God. Don't you ever give up. No matter what the devil brings your way. Keep fighting back. Keep fighting back. Keep going forward for the Lord. And your best will be ahead of you too. I mean. I mean. I mean. You know. I was talking with Bishop Andrey a little while ago. And I showed him something. I realized at the back you can't see this very well. This is a magazine that just came out a couple of weeks ago. It's a magazine in the United States. It's called People. This is the most read magazine in America. It's the most popular magazine in the world. It's the most popular magazine in the world. 50 million people read this magazine. 50 million. That's more than everybody in Ukraine. Look inside. Look inside. Огромная история, огромная статья О моем служении И я не платил никому, чтобы поместили это туда Эта статья, это большой прорыв для нашего служения И в основном это все из-за Христа И теперь миллионы людей знают, что Иисус реален Люди знают, что Иисус освобождает людей И вот это моя старшая дочь Она на четвертом курсе в университете Может быть кто-то помнит, когда она и ее подруги были здесь три года тому назад И вот она сейчас скоро станет врачом-хирургом Она уже готова поступить в свою специальность Наша средняя дочь только поступила в университет И она будет юристом И самая младшая наша дочь, которой пятнадцать Она хочет быть дизайнером и художником Бог сильно благословил меня Бог открыл замечательные великолепные двери для меня И замечательные вещи происходят Я также говорил епископу Андрею Что с нами связались на этой неделе Одна из самых больших компаний в Голливуде, которая делает фильмы Я уверен, вы смотрели фильмы от этой компании Они захотели сделать телевизионное шоу со мной и с моей женой И они захотели сделать мировую программу на тему экзорцизма И люди, которые стоят за этим, за этой компанией, евреи И представьте, они верят в то, что мы делаем Я не делаю эти вещи, я не произвожу эти вещи сам Я даже не стараюсь делать это сам Я просто делаю то, что я делаю Я просто изгоняю бесов Освобождаю людей во имя Иисуса Христа И весь мир смотрит Очень люди заинтересованы на сегодняшний день в мистических сверхъестественных вещах Я замечаю это в любую страну, куда я не поеду Я был в Лос-Анджелесе буквально пару недель тому назад И у меня брали интервью на первой станции номер один на радио в Лос-Анджелесе И человек, который брал у меня интервью, задал мне следующий вопрос Расскажите, пожалуйста, пастор Боб Какой был самый интересный сеанс экзорцизма, который вы когда-либо проводили? Я очень часто мне задают такой вопрос И если честно, сложно ответить на него Мы лично задокументировали более 40 тысяч освобождений 40 тысяч Как мне выбрать из 40 тысяч и один? Но я вспомнил один И это произошло, когда я находился в Австралии несколько лет тому назад И я также давал интервью на телевидении в Австралии Человек, который брал у меня это интервью в Австралии Он был особо заинтересован в том, чем я занимаюсь И он пришел ко мне после интервью, после телевизионного шоу И он спросил меня, согласишься ли ты провести сеанс экзорцизма со мной? Он спросил, как ты думаешь, есть ли у меня демоны? Я посмотрел ему в глаза Я сказал, да, у тебя есть демоны И он говорит, я кидаю тебе вызов Сделаю экзорцизм Я даже привезу телевизионные камеры и мы заснимем это Я сказал, пожалуйста И мы организовали эту встречу в гостиной комнате Мы сняли большой номер в гостинице И вот эта австралийская звезда телевизионная была там Он привез с собой все эти камеры И мы сели напротив друг друга, чтобы общаться Со мной также были некоторые пастыра и друзья моего служения И камеры записывали все происходящее там И он начал с того, что он рассказывал мне о своей жизни Он был более, чем просто телевизионная звезда Он обучался в элитных войсках В военных войсках И он занимался этими искусствами В восточными искусствами И также он признался, что когда он служил в армии Он убил много людей И до того, когда мы включили камеры Он сказал мне что-то еще Он также являлся частью команды Которая была заслана в Африку Чтобы убить какого-то политического лидера Я посмотрел на него И я также кинул вызов только его демонам Он начал рычать и проявлять демонов прямо перед камерами И когда же он пришел к сознанию И начал понимать, что происходит Он сразу же выключил камеры Он сказал, вытащите камеры отсюда, выключите И он заставил всех выйти И в номере остались только он и я И также его девушка, которая была буддистка И также пару некоторых пастырей остались Он вышел из его шерсти и начал прийти к меня Он прийти к меня Он прыгнул на свой стул и начал нападать на меня Я сказал, я бью тебя судом Божьим И он отлетел назад и упал на пол И он лежал на полу, он был как мертвый Я встал над ним И я начал изгонять из него демонов И следующая вещь, которую я заметил Он был на другой стороне комнаты Когда я стоял над ним Он уже был в другой стороне комнаты Он лежал на своей спине Как мертвый Он левитировал, поднялся над полом И полетел по воздуху Как бы перевернулся в воздухе И где-то 20 футов от того места, где он поднялся Он приземлился на свои ноги И он стоял в позе в карате Опять я начал бить его силой Божьей Знаете, эту историю Очень сложно верить в такую историю Как это возможно Лежать на своей спине Как мертвому на полу Потом взлететь в воздух Перевернуться в воздухе И приземлиться на свои ноги И встать в позицию карате Вот что сатана может делать И вот что интересно Я сказал это человеку Который брал у меня интервью И спрашивал, какая у меня самая любимая история Я не смог привести этого человека к Богу В тот день Он не хотел избавляться от своих демонов Знаете, некоторым людям нравится оставлять своих демонов Они хотят их оставить Вы знали это? Просто им нравится, что демоны делают для них Например, этому парню нравилась та сила Которая давалась ему от демонов Но его девушка, которая была буддистом Она следила за этим всем Она наблюдала И этот человек вышел из комнаты Его девушка сидела в абсолютном шоке Она говорит, я была буддистом всю свою жизнь Я путешествовала по всему миру по разным буддистским храмам Никогда не видела ничего подобного В этот день, в этом гостиничном номере Мы привели ее ко Христу Мы изгнали ее демонов Она написала целую книгу на эту тему Она дала свое свидетельство И эта книга стала бестселлером в Австралии И сегодня ее служение освобождения является настолько сильным в Австралии Что случилось в этот день, это не было для этого парня Это было для той девушки, с кем он проживал И на сегодняшний день она является великой женщиной Божьей Она путешествует по всему миру и проповедует Евангелие И она изгоняет демонов из людей Потому что она видела силу Иисуса Христа в действии Аминь Вот что этот мир должен увидеть Он должен увидеть Иисуса Хочу поделиться некоторыми вещами с вами сегодня Если вы принесли сегодня с собой Библию Откройте, пожалуйста, Третью книгу Царств, 21 главу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Вы выглядите замечательно Замечательно О, столько много из вас Столько много из вас Я уверен, что скоро будет 10 миллионов просмотров 10 миллионов людей, которые могут смотреть силу Божью Поднимите мой микрофон чуть-чуть Поднимите мой микрофон чуть-чуть Разве так много Езебел Разве так много Езавели? Мы не понимаем Ты изгоняешь Езебел Ты посылаешь Езавель в бездну И потом в следующем YouTube экзорцизме мы видим опять Езавель Что Езавель идет в бездну, леват, а потом возвращается каждый раз? Вот то, что они не понимают Есть больше, чем один дух Езавели Моя книга, которую я написал, называется Езавель Она доступна на русском языке К сожалению, сегодня в наличии их у нас здесь нет Но на этой неделе можно будет приобрести копию У кого из вас уже есть русская копия книги Езавель? Многие из вас имеют эту копию И вот что я объясняю в книге Видите, Езавель, само Езавель, это не один тип демона Это категория демонов Поэтому есть много-много духов Езавели И вот почему, когда я изгоняю духа Езавели И посылаю его в бездну А потом ты видишь другой сеанс экзорцизма И я тоже изгоняю Езавель Ты должен понимать, что это другой дух Езавели Езавель is a certain kind of demon И Езавель это тип демона И они все ходят под имени старой царицы Израиля Езавели Поэтому есть разные пути, как проявляет себя Езавель И я говорю об этом больше в своей книге И я также буду учить на эту тему на протяжении этой библейской школы Если у одного человека есть дух Езавели То у другого человека тоже может быть дух Езавели И даже в одном человеке может быть более чем один дух Езавели Я делал повторные, я служил повторно освобождением одному и то же человеку Я изгонял одного духа Езавели почти десять раз из одного человека И каждый из этих раз дух Езавели был разным духом Они как бы являются все духом категории Езавели Но они просто посвящают себя разным вещам И поэтому дух Езавели, он очень адаптируется И у Езавели есть много злых друзей И поэтому, когда я разбираюсь с духом Езавели Обычно я нахожу, что в этой компашке есть еще пару других демонов Люцифер Маммон Маммона Смерть Смерть Убийство Бал Молок Молок Эти типы демонов, они дружат с Езавели И они в одной компании Поэтому, когда я нахожу дух Езавели Я знаю, что надо еще искать и вот этих демонов Вот что вы должны знать, что-то очень уникальное о духе Езавели Дух Езавели действует и работает особыми путями Через контроль Через убийство Через колдовство Через секс Через манипуляцию Вот пять самых распространенных методов Езавели Вот что делает дух Езавели Дух Езавели старается взять контроль над всем Езавель хочет контролировать всем У Духа Езавели очень большое эго Это очень гордый дух Я каждый раз, когда смотрю на Дух Езавели, я знаю Что она смотрит на меня с ухмыркой на своем лице Очень гордый дух Но так же, как я говорил ранее, Дух Езавели не только о контроле, но еще о убийстве Езавели хочет убить и разрушить все, что есть в церкви И так же и Езавель работает в сфере секса Вот почему этот демон настолько распространенный сегодня Потому что на сегодняшний день мы видим столько сексуальной развращенности Столько разврата и сексуальных грехов Порнографии Если вы где-то видите инцест Насилие Сексуальное насилие детей Вы поймете то, что там есть Дух Езавели Вы найдете там Дух Езавели Я очень часто делаю следующее заявление Это шокирующее заявление, но оно правдивое Практически каждый человек, которому надлежало пройти эти вещи Он имеет в себе Дух Езавели Если ты был жертвой инцеста Насилия В детстве насилия над тобой Вполне возможно, что в тебе есть Дух Езавели Потому что человек, который сделал это с тобой У него точно был Дух Езавели Когда они надругались над тобой Они передали тебе этот Дух И поэтому ты должен обратиться к служению освобождения Чтобы разобраться с этим Духом Потом также колдовство является еще одним методом Езавели Где-либо есть колдовство Суперстичность Где есть оккультизм The new age and the occult The new occult Ты там находишь Дух Езавели Вот такие характеристики Езавели Контроль Убийство Секс Колдовство И также манипуляция И о чем я хочу поговорить с вами сегодня утром Это о манипуляции Я могу говорить о любых из этих аспектов Езавели Но давайте сегодня поговорим о аспекте манипуляции И прочтем это в местописании, которое вы открыли 1 Kings, chapter 21 This is the story of the vineyard of Naboth И это история виноградника Навуфея Многие из вас, наверное, знакомы с этой историей Naboth had a vineyard У Навуфея был виноградник There was nothing special about this vineyard Ничего особого в этом винограднике не было Except that it was right near the king's palace Помимо того, что он просто находился прямо рядом с дворцом царя There were many other vineyards that were better Было множество других виноградников, которые даже были лучше, чем этот виноградник But this one was close to the king Но этот виноградник находился прямо возле дворца царя And Ahab, the husband of Jezebel And Ahab, the husband of Jezebel Wanted that vineyard because it was convenient Он захотел этот виноградник Он захотел иметь этот виноградник Потому что это было удобно для него And here's what we read in verse 2 И вот что мы читаем во втором стихе Ahab says to Naboth about his vineyard Вот что говорит Ахав Навуфею о его винограднике I want your vineyard Он говорит, я хочу твой виноградник And I will give you a better one than it Or if it seems good to you I'll give you the value in money Now remember, Ahab was married to Jezebel И вы помните, что Ахав, он был женат на Изавеле Ахаб had his own demons У Ахава были свои демоны Or he never would have married a woman like that Иначе бы он никогда не поженился на такой женщине Если у него не было бы демонов Then when he married Jezebel He got her demons И представьте, когда он поженился на Изавеле Он еще заполучил ее демонов Some of you men may wonder Некоторые из вас, мужчины, можете задумываться Why you keep picking bad women Почему вы постоянно нарываетесь на плохих девушек And why when you marry that woman You get worse Same thing with you women You want that bad man And then you marry him And you're worse You share a lot of things in marriage You share love Affection Your hopes You share your dreams Вы делитесь вашими мечтами You share your demons И вы также делитесь своими демонами So if your husband or wife has demons Поэтому если у твоего мужа Или у твоей жены есть демоны They share them with you Знаете что? Это вы поделились с ними С ними So don't tell your wife to get delivered Поэтому не присылай свою жену На освобождение И не оставайся со своими демонами Которые ты получил от нее Поэтому оба идите на освобождение Аминь Вы также должны избавиться от демонов Ваших бывших любовников Или любовниц Некоторые из вас были очень плохие У вас было много любовников И вы получили всех их демонов Когда ты занимаешься сексом с кем-то Ты получаешь их демонов И не только это Тот человек с кем ты занимался сексом Только представь себе Со сколькими людьми Тот человек с кем ты занимался сексом Занимался сексом И ты получил всех тех демонов И теми с кем они занимались сексом раньше Представь себе Сколько демонов Поэтому это одна из причин Почему мы должны жить чистую жизнью перед Господом Скажи аминь на это Поэтому тебе надо почистить твое прошлое Просто если ты не почистишь твое прошлое У тебя будет очень много духов и изавелия Я очень рад, что ты служишь сегодня Господу Но ты должен вернуться назад и получить освобождение От всех этих демонов, которые ты получил до своего спасения Все, я остановлюсь здесь Давайте продолжим Смотрите, у Ахава были все демоны и изавели И он научился манипулировать так, как манипулировала и изавель Я хочу этот виноградник Дайте мне его Я дам тебе лучший виноградник Я дам тебе деньги Будь осторожен, когда Иезавель хочет заключить с тобой сделку И изавель всегда хочет заключить какую-то сделку И эта сделка всегда звучит очень заманчиво И изавель всегда хочет тебе предложить что-то взамен Я не знаю, как вам рассказать Я столько раз слышал эту историю Люди говорят мне, что я был мучен бесами Демонами Поэтому я пошел, например, к родительнице И к бабушке И я пошел к какой-то бабульке-шептульке И мне... Сначала я почувствовал Сначала я почувствовал лучше, но потом мне было хуже Когда ты говоришь дьяволу Когда ты обращаешься к дьяволу Он помогает тебе сначала Но потом тебе становится хуже Но запомни, Иезавель это манипулятор Дальше ты заплачешь более цену Третий стих Небус сказал Ахаву, что он не даст ему этот виноградник Сказал Навуфей Ахаву Сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих Он стоял на своем твердо У него был принцип, которого он держался Вы знаете всю историю Ахав вернулся домой и рассказал Иезавель о всем том, что происходило Иезавель сказала, не беспокойся, дорогой муж Я достану этот виноградник тебе Поэтому она организовала большую вечеринку для Навуфея Чтобы он был почетным гостем на этой вечеринке И она сделала целый план И она сделала целый план, замысел Чтобы некоторые плохие люди Оклеветали и наврали И она даже рассказала этим людям, которых она наняла О чем говорить Какую ложь говорить на него Чем оклеветать Навуфея И вот что она сказала им Когда вы все придете на вечеринку Скажите, что Навуфей хулил Бога и Царя Библия также говорит нам что-то очень интересное об этом В 11 стихе мы видим И что сделали мужи города его, старейшины и знатные, жившие в городе его Как приказала Иезавель Не просто какой-то неправильный человек обвинил его в чем-то У Иезавели были в ее контроле Такие знатные люди Вот о чем я хочу вас предупредить Это очень сильный дух Очень умный дух И когда ты встречаешься с Иезавелью и хочешь изгнать его Это большой труд Они сделали то, что Иезавель приказала им сделать И впоследствии они закидали Навуфея камнями И в 19 стихе мы видим, как пророк Илия провозглашает свой суд над царем Ахабом Он приносит ему слово от Господа Ты будешь убит Ты, извините, ты убил И еще ты вступаешь в наследство И скажи ему, так говорит Господь На том месте, где псы лизали кровь Навуфея Псы будут лизать твою кровь Иезавель это ужасный дух, который способен малипулировать А неделю тому назад я делал экзорцизм на женщину Которая очень интересная женщина Эта женщина и ее муж Они пришли ко мне и просили, чтобы я помог им, послужил им Они постоянно ругались и были проблемы в их браке Позвольте мне сказать вам кое-что о браке Вот что я понял, вот что я изучил в десятки лет своего служения Когда есть проблемы в браке Почти корень каждой проблемы в браке является Иезавель Поэтому если в твоем браке есть серьезные проблемы Ты нуждаешься в помощи Тебе нужна консультация с пастором Ты должен изгнать этот дух Иезавеля из своего брака Now listen to me on this Men can have the spirit of Jezebel too Также послушайте У мужчин также может быть дух Иезавели And women can have the spirit of Ahab И у женщин может быть дух Ахава You need marriage counseling Вам нужна консультация с пастором And you may need deliverance So here's what happened with this couple Вот что случилось с этой парочкой Let me show you how clever Jezebel is when she manipulates Позвольте мне показать вам насколько умна Иезавель Когда она манипулирует The husband was always fighting with his neighbor He hated his neighbor He didn't like anything about him He was always doing something wrong He let the grass grow too high He didn't clean up things around his house Он не убирался вокруг своего дома He didn't trim his trees Он не подрезал свои деревья Stuff from his yard Was always blowing over into this man's yard Он не убирался в своем дворе И когда дул ветер Все залетало к нему во двор He hated his neighbor Он ненавидел своего соседа And he told his wife И он сказал своей жене Don't even speak to him anymore Вообще никогда не общайся с ним Я ненавижу И мне не нравится он Держись от него подальше И однажды его жена решила постричь их травку Чтобы красиво было She looked over at the neighbor's yard И она пошла во двор к соседу И она сказала себе Maybe I will change the neighbor If I'm kind to him Может быть я смогу изменить нашего соседа Если я проявлю доброту к нему I will go mow his yard too Я стригу свою травку Из-за одного подстригу его травку Now doesn't that sound like a good idea? Хорошая идея, не правда ли? Sounds like the Christian thing to do, doesn't it? Вообще выглядит как христианский маневр I will show kindness to the neighbor My husband hates Я покажу доброту соседу Которого ненавидит мой муж See how clever Jezebel is Let me ask you the question Was it wrong for her husband to hate the neighbor? Да Right? Да It was wrong for him to hate the neighbor We're to love our enemies We're to be good to those who hate us We're to be good to those who hate us Was her husband wrong for hating the neighbor? Ее муж Был ли он неправ, что ненавидел соседа? Да Да What about the wife? А что насчет жены? Did she do anything wrong By being kind to go and cut his grass? Разве она сделала что-то не так Что она решила проявить доброту И пошла постричь его травку? Позвольте задать Мемору Кто из вас думает, что это была хорошая идея? Кто из вас подумал, что это плохая вещь Постричь травку соседа? Кто из вас боится вообще ответ какой-то дать? Это была плохая идея And Jezebel used it И Изавель использовала это Why? Her husband was wrong Потому что ее муж был неправ But she was under his authority Но она находилась под его властью Под его влиянием And by rebelling against the authority of her husband И потому что она проявила бунт К своему мужу Without talking to him Она не поговорила со своим мужем Она не спросила его Она вошла в дух Изавель Во власть духа Изавели Она сделала хорошую вещь Но это была плохая вещь Потому что Изавель это очень умный дух И этот демон проявился в ней И Изавель засмеялась Она сказала, что я смогла манипулировать этой женщиной И чтобы она проявила бунт по отношению к своему мужу И теперь он не сможет простить ее И теперь все, что они делают каждый день Это ругаются И теперь я держу их прямо в своем кулаке И он использовал такие моменты Чтобы разрушить этот брак Вы теперь понимаете Насколько умен этот дух Насколько она может манипулировать Она может сделать даже самое неправильное Выглядеть как самое правильное И если ты не будешь послушаться Богу Ты будешь манипулировать И fall into the plan of Jezebel Давайте разрушим это проклятие Изавелия Хочу, чтобы вы на минутку задумались Как Изавель манипулирует вами О том, что Изавель делает в твоей жизни Чтобы извратить, исказить вещи Может есть что-то, что ты очень сильно хочешь Например, как что-то хотел Ахав И ты готов заплатить цену Чтобы заполучить это Может быть, есть что-то в твоем прошлом С чем ты не хочешь разобраться И Изавель тебя манипулирует через твое прошлое Не переживай за это Все хорошо Твои грехи прощены тебе Тебе не нужно никакое освобождение Ты хороший человек Каждую неделю по воскресеньям Ты ходишь в церковь Ты молишься на языках Все хорошо с тобой Тебе не нужно никакое освобождение Но если Господь проговорил к тебе сегодня утром Не позволь этому духу обмануть тебя Потому что Изавель хочет манипулировать тобой Изавель хочет контролировать тобой Изавель хочет духовно убить тебя И этот дух сегодня активно действует В некоторых домах и браках Я не хочу заставить вас почувствовать себя плохо Может быть, вы и не осознавали И не понимали полностью, что Изавель делала Может быть, ты думаешь, что у тебя есть конкретное право Злиться на твоего мужа Может быть, ты думаешь, что у тебя есть право Злиться на свою жену И может быть, и вправду там есть реальная проблема Но ты должен остановить Изавель Чтобы она перестала манипулировать твоей семьей И пока ты не свяжешь этого духа Изавеля Никакие поездки к пастору тебе не помогут Никакие молитвы и посты за твой брак тебе не помогут Ты должен связать этого духа Изавелия Ты должен изгнать ее Потом ты должен идти к пастору И искать помощь Потом проблема твоя решится Поэтому сначала надо сказать этого духа Сегодня я буду связывать этого манипулирующего духа Изавелия И когда я буду делать это Некоторые из вас потерпят какую-то реакцию Если такое произойдет Позволь этой реакции быть Просто не сиди на своем месте Просто расслабься и позволь этой реакции быть И когда я буду запрещать и связывать этого духа Если ты почувствуешь какую-то реакцию Я хочу, чтобы ты быстро покинул свое место и вышел бы вперед И в этом зале также сегодня утром есть и мужья, и жены Ты должен взять свою жену за руку Ты должна взять своего мужа за руку И прийти и выйти сюда вперед И мы помолимся за вас Это не значит, что вы плохие люди Это не значит, что у вас что-то плохо в браке Что у вас плохой брак Все, что это значит, что Изавель в действии Готовы ли вы к этому? Может быть, твой муж не находится сегодня здесь Может быть, твоя жена сегодня не здесь Может быть, ты должен выйти сюда за них И выгнать Изавель из этих взаимоотношений Наверное, кстати, Изавель и есть причина, по которой твой муж сегодня не здесь Воскресенье утро У нас нету много времени Поэтому давайте быстро разберемся со всем этим Положите свои книжки, тетрадки, ручки Сейчас будем разбираться с Изавелью Изавель, манипулятор Как написано в Евреям 4.12 Кто будет снимать за меня? Где эта девушка? Она была здесь Я разделяю духу и душу Я разделяю духу и душу Причина, по которой я разделяю духу и душу В Евреям 4.12 написано Что с Словом Божьим мы можем разделить дух и душу Вы, наверное, видели, как я это делал множество раз Вот почему Потому что твой дух принадлежит Иисусу Христу Твой дух хороший Нету никаких демонов в твоем духе Поэтому я отделяю твой дух Но что-то есть в твоей душе В твоих эмоциях и в твоих чувствах И в мыслях, которые у тебя в голове Вот там, где действует дьявол И там, где проживает Изавель Я противостою тебе, духу Изавели Силою Иисуса Христа Ты подлежишь суду Собаки будут лизать твою кровь Они будут есть твое тело Как и тело и кровь Ахаба Есть люди в этой комнате В этом зале, Изавель Которых ты манипулировала слишком много раз Которых ты насиловала много раз Есть браки Есть семьи, которых ты пытаешься разрушить Семьи, которых ты пытаешься разрушить Но мы противостоим тебе силою и кровью Иисуса Христа Мы бьем тебя судом Божьим Судом Божьим Я противостою тебе И весь твой контроль Твое убийство Твоя сексуальность и твое колдовство Но больше всего твоя манипуляция Ты более не можешь манипулировать этих людей Этими людьми Я противостою тебе, Духа Изавелия За все то насилие За всю ту боль За все то разрушение, которое ты приносила В жизни тех людей, которые присутствуют сегодня здесь Ты будешь повиноваться мне Ты покинешь этих людей Ты покинешь этих людей Выходи из их жизни Выходи из их семей Выходи из их семей Ты отпустишь их Ты отпустишь их Я бью тебя судом Божьим Отпусти их Отпусти их во имя Иисуса Если ты чувствуешь что-то необычное Быстро покидай свое место и выходи вперед Помогите таким людям Если они не могут выйти вперед сами Приведите эту женщину сюда Войдите, пожалуйста, сюда Если вы видите, что вас сосед проявляет демонов Помогите ему выйти Я хочу, чтобы вышли какие-то ашеры И привели ее сюда Помогите ей выйти Мужики, помогите Некоторым людям надо помочь выйти сюда Выводите их вперед быстрее Еще один раз Еще один раз Я связываю и запрещаю этому духу Иезавели И если ты же почувствуешь какую-то реакцию к этому Выходи сюда сейчас Может еще два парня подойти и подержать вот эту девушку Два Поднимите ее Поднимите ее на ноги Можете поднять ее на ноги Держите ее Где-то три-четыре человека Держите ее Я бью тебя судом Божьим, Иезавель Судом Иисуса Христа Поднимись и встреться с судом Божьим Встреться с судом Иисуса Христа Одна просьба к парням и каширам Можете вы активно помогать и содействовать пастору Бобу Просто не хотим, чтобы никто не пострадал Силу Иисуса Христа Силу Иисуса Христа Я мучаю тебя силой Иисуса Христа Силой Иисуса Христа Посмотри на меня, Иезавель Открой свои глаза и посмотри на меня Я приказываю тебя, посмотри мне в глаза Я приказываю тебя, посмотри мне в глаза Я приказываю тебе, именем Иисуса Христа Посмотри мне в глаза Я бью тебя судом Божьим Субтитры делал DimaTorzok 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 много чего, что я могу сказать, но я постараюсь вкратце объяснить почему. Ты знала, что у тебя есть демоны? Я чувствовала, я проживала в моем доме, в моем офисе, с тобой, когда ты училась людям, как делать. На Ютубе? На Ютубе. Я просто смотрела твои записи в Ютубе, я молилась и чувствовала, что мне надо сюда приехать. Ты смотрела мои записи на Ютубе и ты молилась. И демоны начали проявляться прямо дома у тебя, да. Это замечательно. У нас замечательная церковь, хорошее присутствие Божье в церкви. У нас замечательный пастор. Но мое сердце говорило мне, что я должна встретиться с вами, пастор Поп. Я чувствовала, как будто я умираю и я должна бежать срочно к вам. Я не знаю, как объяснить вам то, что я чувствую внутри. Мила, я помогу тебе. Конечно же, у тебя есть демоны. Я знаю, что ты проделала такой большой путь, поэтому ты... Мой замечательный брат и моя замечательная сестра тоже здесь. Брат и сестра, выходите сюда. Теперь хочу быстро что-то сказать вам. Есть много разных причин, по которым я делаю это. Первое, я хочу видеть, как люди освобождаются. Второе, я хочу, чтобы вы видели, как они освобождаются. И это очень важно. Это очень важно. Чтобы вы знали, что Он есть Христос. Сын живого Бога. И Он хочет спасти тебя. Он хочет, чтобы ты стал Его детем. Ты видел силу Божью. Чтобы эта сила была реально в твоей жизни во имя Иисуса, как в своем Господе и Спасителе. Слава Богу. Давайте мы все поднимемся. Подними свои руки к Богу. Святой Дух, мы верим в Твое помазание, которое исцеляет, спасает и благословляет. Если в твоем теле есть какая-то болезнь, ты знаешь, что на твоей жизни какое-то проклятие, положи руку свою правую на сердце. Положи правую руку на сердце. Святой Дух, я прошу Тебя, прикоснись сейчас и исцели всех больных. Пусть всякое проклятие, всякое колдовство будет разрушено силой Святого Духа. Иисус, мы благодарим Тебя, мы славим Тебя, мы поклоняемся Тебе. Мы любим Тебя, мы благословляем Тебя. Иисус, спасибо Тебе, спасибо Тебе. Халлилуйя. Халлилуйя. Иисус, спасибо Тебе, спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Я сейчас молюсь против всякого проклятия на этом месте и на каждой жизни во имя Иисуса Христа. И пусть в этот день разрушится всякое проклятие преждевременной смерти. Я говорю, пусть ни один человек не умрет. Поэтому я обращаюсь к Тебе, всякий нечистый дух, дух смерти, я говорю сейчас во имя Иисуса Христа. Я говорю, всякий дух немощи и болезни, прямо сейчас убирайся из каждой жизни. во имя Иисуса Христа во имя Иисуса Христа я говорю, дух немощной болезни дух святой мы благодарим тебя за твое помазание за твою силу благословения есть человек, у которого исцеляются в паху лимфоузлы, прямо сейчас просто принимай свое исцеление есть женщина, у которой проблема со щитовидной железой Господь исцеляет тебя просто благодари Иисуса и поклоняйся Ему Господь возвращает тебе славу свою когда ты благодаришь Его катаракта на левом глазу просто принимай исцеление есть человек, у которого проблема с левой рукой у тебя длительное время боли сильная исцелись во имя Иисуса Христа я сейчас выступаю против гепатита против СПИДа и я проклинаю все эти вирусы пусть сегодня они разрушатся и выйдут из этих тел мы принимаем твое исцеление Дух Святой мы благодарим тебя Иисус что ранами твоими мы исцелились мы благодарим тебя Иисус что ранами твоими мы исцелились мы благодарим тебя что мы искуплены от всякого проклятия чтобы сила благословения действовала я говорю от последнего ряда до первого пусть сейчас позже благословение оно упадет на твою жизнь поклоняйся Богу поклоняйся Богу поклоняйся Богу Аллилуйя 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 святой бог всемогущий святой святой вся земля поет что ты один достой только ты достой и все творение пред твоим лицом падет святой святой бог всемогущий святой святой вся земля поет что ты один достой только ты достой и все творение пред твоим лицом падет святой святой бог всемогущий святой святой вся земля поет что ты один достой только ты достой и все творение пред твоим лицом падет святой святой бог всемогущий святой святой вся земля поет что ты один достой только ты достой и все творение пред твоим лицом падет святой святой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я прикажу ему уйти Для того, чтобы мы это сделали одновременно и все И ты стал свободным человеком Дух, воздух, один корень Когда ты вдохнул дым и хочешь от него избавиться, тебе надо его выдохнуть Мы можем верой сегодня просто выдохнуть всех демонов из своей жизни Один, два, три раза Если ты почувствуешь, что идет кашель, идет какой-то крик Идет зевота, не сдерживай себя Я попрошу, закройте свои глаза Во имя Иисуса Христа я разрушаю всякое проклятие над жизнью этих людей Я разрушаю всякое колдовство Все проклятия, произнесенные родителями Все проклятия, произнесенные мужьями Я разрушаю сейчас именем Иисуса Христа И все слова колдовские, сделанные, сказанные, провозглашенные именем Иисуса Я отменяю сейчас Я разрушаю всякое проклятие Я запрещаю держать этих людей в рабстве И сейчас я обращаюсь ко всем демонам здесь Всяким духам преждевременной смерти Духам, несущим бесплодие Нищету, одиночество Духами из завели И я говорю всем вам прямо сейчас Убирайтесь вон! Чьяма хату Пья лабра ба ба шату локу тулу Вон! Вон! Чьяма суто лоро лоблески тюро лоблески тиралапа Я запрещаю вам оставаться в этих людях И я говорю убирайся вон! Уходи с дыханием! Уходи с криком! Уходи с зимотой! Чьяма сито лок ломахито лок романта лая глори гешки тая Эль бра лабра кроба то флеси тила маха тулу Тила бра ба тролоро Я говорю ты дух преждевременной смерти Вон! Дух рака! Вон! Колдовской бес! Вон! Я запрещаю колдовству действовать на этих людей Я говорю всяким бесам колдовства Вон! Чьяма сито лок робоко то ло флесо то лоро Во имя Иисуса Я запрещаю тебе оставаться Начинай двигаться бес И выходи я сказал во имя Иисуса Христа Выходи, выходи, выходи Я не даю тебе права оставаться в этих людях Я не даю тебе права действовать в их жизни Если в твоей жизни сейчас происходит освобождение Тебе не надо молиться Тебе надо дать возможность выйти этому дьяволу Я сейчас говорю ко всяким бесам зависимости Наркомании, алкоголизма Я говорю, ты вонючи иду Вон! Чьяма сито лок ломаха то лоро Ва шикета Хеша маки то лоро локле ситоралабая Ломбахи шакату локро туру Орба лафриси то лоро Эрба хащаку то ло Эрмихан то лоро Дух Святой Мы принимаем это помазание Скажи вместе со мной Я искуплен от проклятия Иисус Был проклят И я отдаю всякое проклятие Всякое колдовство Все слова проклятия На Голгофский крест Я говорю с этого дня Дьявол, ты не имеешь власти Надо мной Я поднимаю свои руки И я принимаю благословение Следующие три минуты Просто слава Бога Слава Бога Слава Бога сильно Слава Богу от всего сердца Слава Богу от всего сердца Пред твоим лицом Слава Богу от всего сердца Слава Бога приходит на тебя Святой Богу от всего сердца Бог за всем агущей Святой Вся земля похоже Что ты болен Дух Святой, я прошу Тебя, чтобы Ты коснулся всех людей. И между Отцом Небесным и человеком стоит грех. Пусть сегодня, в этот день, он полностью будет отдален. Давайте все закроем свои глаза. Здесь есть присутствие Божье. И в присутствии Божьем ты можешь освободиться от всего греха. Если ты никогда не каялся, никогда не принимал Иисуса. Или, может быть, ты это делал, но по какой-то причине отступил от Него. Согрешил, упал. И сегодня ты вроде как и христианин, но тебя нельзя назвать верующим. Дух Святой на этом месте. Кровь Иисуса готова сейчас омыть все твои грехи. Если ты хочешь принять Иисуса, покаяться, отдать свое сердце Богу, стать Детем Божьим, или, может быть, после отступления возвратиться, я хочу помолиться за Тебя. И для того, чтобы я это сделал, я хочу знать, где ты, если ты такой человек, высоко подними свою правую руку, правую руку, правую руку, правую руку, высоко подними свою правую руку. Сейчас все, кто поднял свою правую руку, оставьте свое место, быстро идите сюда, быстро идите сюда. Я хочу молиться за вас и хочу молиться с вами, чтобы Иисус простил ваши грехи, чтобы Иисус омыл вас своей кровью. Кровь Иисуса готова омыть тебя. Иисус готов принять тебя, Иисус готов спасти тебя, Иисус готов простить тебя, Иисус готов омыть тебя своей кровью, Он готов сделать тебя праведным человеком. Быстро беги сюда, беги сюда к Богу, беги к Богу. Я говорю, дьявол тебя потерял сегодня. Бесы тебя потеряли сегодня. Иисус стал твоим Господом. Иисус стал твоим спасителем Быстрее, 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 быстрее Давайте прославим Бога Дьявол тебя теряет сегодня Ты выскакиваешь из-под его власти Из-под его контроля Все, ты не погибнешь Ты не умрешь Он тебя не разрушит Потому что ты идешь к Иисусу Аллилуйя Аллилуйя Давайте большую славу Иисусу дадим Слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу Слава Богу Может быть еще кто-то затерялся Ты борешься с собой Нужен тебе Бог, не нужен Нужен, нужен, нужен Дьявол тебе не нужен, это точно Бесы тебе не нужны, это точно Бог тебе нужен Иисус тебе нужен Спаситель тебе нужен У нас один Спаситель, один Господь, один Иисус Христос, который умер за нас, который заплатил за нас цену, чтобы мы жили Давайте закроем свои глаза и скажем слух Иисус Христос Сегодня я решил обратиться к тебе Я прошу тебя Прости все мои грехи Своей святой кровью Омой меня От всякого преступления От всех грехов прошлого В этот день Я отрекаюсь От колдовства Проклятия Блуда Нечистоты И я говорю Иисус, прости меня Омой меня своей кровью В этот день Я принимаю тебя, Иисус И я смело заявляю С этого дня Ты мой Господин Над моей судьбой Над моей жизнью И сегодня Ни болезни будут меня контролировать Ни деньги меня будут контролировать Ни люди меня будут контролировать Сегодня я под властью Иисуса Христа Который мой Господь Мой Спаситель Мой Бог И я знаю Когда я обращусь к Нему Он меня услышит Он меня примет Он сделает то, что я прошу Спасибо тебе, Иисус В этот день Ты вошел в мое сердце В мою жизнь Амин Мы хотим вам подарить книжечки Мы вас поздравляем Благословляем И верим, что Милость Божья Над вашей жизнью сегодня Слава Богу Вы можете пройти на свои места Если вы получили книгу Давайте мы поаплодируем Всем этим людям Слава Богу Мы рады за вас Братья наши, сестры Вообще Присаживайтесь В этом городе Столько много людей Которые Братья и сестры Некоторые Куда-то убежали Но они тоже Братья и сестры Амин Амин Слава Богу Слава Богу Пастор Боб Велкам Давайте мы поприветствуем Еще раз Нашего пастыря Пастыря Боба Спасибо большое За такое Сильное Свидетельство Демонстрацию силы Демонстрацию Божьего Помазания Я вот честно скажу Я как бы Появляется бес Я его выгоняю И все Но я не знал Что вы можете Куда-то на три века Назад вернуться Кого-то там узнать Какого-то Ашана Вызвать Или как его Ахана Амана Ашу какого-то Позвать Короче Поговорить с Ашей Вот Узнать у него Что он там сделал Триста лет назад Я вам скажу Ребята Битва экстрасенсов Это ерунда Если бы туда Попа Ларсона Послать Он бы рассказал Всем все Вернее Он бы посмотрел Вот так Где этот Вот так бы смотрел Вот так Я вот все пытаюсь Научиться так смотреть Вроде глаза черные Вроде как и Ну Чисто вот такой Смотрите на меня Вот Не получается пока Ну как иногда Получается Я в Африке В основном тренируюсь Вот Слава Богу Давайте Большие аплодисменты Бобу дадим За его служение За его помазание И всю Следующую неделю Он будет Учить Об экзорцизме Как изгонять бесов Как он это делает Как он достает Эту всю информацию Как он достает Эти все проблемы Из людей И Если кто-то Хочет Быть на этих Семинарах У нас есть Лена Пенкина Где она Вон она И вы к ней Можете подойти Она вас запишет Чтобы вы тут Присутствовали Но присутствовать Вы должны От и до То есть если вы Куда-то выйдете Пойдете Вас уже назад Не пустят И деньги назад Не отдадут Которые вы заплатите Вот То есть Это очень важно Потому что Знаете К этим вещам Нельзя относиться Легкомысленно Это вот Одна из тех Сфер Чего ты переводишь Переводи Одна из тех Сфер Которые Нельзя относиться Легкомысленно К этому Нужно относиться Серьезно Знаете С духовным миром Шутки очень плохи Да И люди Которые начинают Шутить с духовным миром Они потом попадают Они попадают Я просто знаю это Знаете Вот сейчас пастырь наш С Новокузнецка Позвонил Говорит Перед служением Освобождения Говорит В церкви Прямо в церкви Кто-то занес Колдовские Какие-то куклы Проткнутые И положил Прямо в церкви Они хотели Нам навредить Представляете Нормально Сто человек Покаялась Бесы За всех Повыходили Вот То есть Они хотели Навредить Они не могут Навредить Но Если ты серьезно К этому всему Относишь Понимаете Если ты так Относишься Как попало Тогда Лучше не лезь Туда Куда не надо Да Евгений Слава Богу Хорошо Пастор Боб Еще раз Thank you so much Видите К вам К вам с Америки Прямо приехали сюда Я вот всегда Когда слушаю Вот такие истории Это может не переведить Он все равно не поймет Я вспоминаю этот фильм Помните Фильм Про Остапа Бендера Он говорит Проведем Говорит сюда Самолет будет летать Москва Васюки Так вот это у нас Бостон Першитраинск Бостон Першитраинск Проведем Слава Богу Виктору Пастору Привет большой Передавайте Амэн Кто Кто вообще Верит Что ему Надо власть Над бесами Сегодня Сильное слово Поэтому В него Надо посеять Аминь Возьми Свою жертву Возьми Свою жертву Подними Ее К Богу Я думаю Кто-то уже За ведрами Побежал Есть такой Человек Дух Это помазан Это помазание Аминь 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 Открытые небеса Убирайся Убирайся Я молюсь Против Всех Раковых Заболеваний Против Всех Неизлечимых Заболеваний Дух Святой Я принимаю Твое помазание Я принимаю Силу благодати Твоей И я благодарю Тебя Иисус Что сегодня Твоя сила Действует Твоими Иисуса Христа Спасибо тебе Господь Мы Молимся Так же Чтобы Это помазание Власти Силы Авторитета Оно Осталось На нас И мы говорим Дьявол Не будет Нас контролировать Мы будем Определять Где дьяволу быть Мы будем Говорить ему Куда ему Ити Мы будем Говорить ему Куда ему Убраться Из нашей жизни Во имя Иисуса Христа Слава Богу Слава Богу Все Обними И поцелуй Рядом Сидящего Свободного Человека И Будьте Благословенны С миром Божьим Благословенны Благословенны Благословенны